Здравствуйте, я Андрей Медлев, мы в студии Укрлайф ТВ, и сегодня с нами наш гость Алексей Валевский. Алексей, политолог, приятно тебе видеть, Леш. Вот так вот запросто пришел к нам о последних событиях в нашем политикуме, о том, что произошло вообще в политической жизни страны, ну вот, может быть, пару недель, так мы если берем, и осталось-то всего ничего до выборов. Как ты себя чувствуешь это в связи? Нормально, нормально. Идем голосовать, это понятно, но, а может и не идем, это же секрет, но вот твоя оценка происходящих событий, и что произошло такого, что тебя лично задевает как политолога? Ну, в прошедшей неделе действительно было богато на внутриполитические события. Из всей панорамы того, что произошло, я бы выбрал два факта. Первый, это принятие антикоррупционных законов, пакет антикоррупционных законов, и подписание президентом Порошенко закона иллюстрации. Долгожданного я бы добавил. Да, можно и так сказать. Относительно первого события. Во многом это принципиальный факт, что все-таки наш парламент наконец-то осмелился проголосовать эти законы. И у нас, имею ввиду миллионов простых граждан, после этого появляется надежда, что все-таки у нас будет построена эффективная антикоррупционная политика, когда эти законы будут реализовываться. Но всегда есть какие-то моменты, на которые следует обращать внимание. Первое. Как мы знаем, когда приходит новая власть, это уже традиция, их первое решение это принятие антикоррупционных решений. Сейчас об этом смешно вспоминать, но первые указы президента Кучмы и президента Януковича как раз были посвящены борьбе с коррупцией. То есть у Ющенко не было этого всего, да? У Ющенко были обещания, но вот такого системного антикоррупционной политики у него не было. Мы прекрасно знаем, что весь этот так называемый антикоррупционный пыл очень быстро исчез и мы имеем то, что имеем. Вот то, что нынешняя власть принимает вот системные антикоррупционные решения, это какая как бы уже традиция. Будем считать, хорошая традиция. Но тут есть один момент. Эти законы приняты под давлением внешних финансовых кредиторов. Мы знаем, что Международный валютный фонд поставил жесткие условия правительству, что получение последующих траншей, получение внешнего финансирования будет только после того, когда парламент примет антикоррупционные законы. В частности, будет сформировано так называемое антикоррупционное бюро или национальное бюро расследования. То есть то, что произошло вот сейчас имеет принципиальное отличие от предшествующих попыток борьбы с коррупцией. Это отличие заключается в том, что воплощение этих законов будет осуществляться под контролем внешних кредиторов Украины. Понятно почему. Они не хотят, чтобы вот эти обещанные миллиарды финансовой помощи растворились в небытии. Что опять-таки положительно для нас миллионов граждан, что все-таки у нас заработает антикоррупционный механизм. Это первое событие, на какое следует обратить внимание. Что касается второго события, подписания закона о иллюстрации, здесь не так все однозначно. Потому что, с одной стороны, действительно в обществе есть огромное требование провести иллюстрацию власти. Действительно она коррупционная, действительно органы власти, прежде всего судебная власть деградирует. Действительно необходима иллюстрация. Но, к сожалению, тот закон, который принят, он имеет очень много изъянов. И по этому поводу говорила уже достаточно много авторитетными правоведами, что этот закон во многом противоречит Конституции. К сожалению... А вот в чем поподробнее правоведы, что говорят там или то, что тебе показалось особенно любопытным? В законе не прописан механизм реализации. Собственно, а судей и кто? Кто будет судей и адвокатов? Совершенно правильно. Для того, чтобы проводить иллюстрацию, необходим отдельный закон о иллюстраторах. Потому что уже, например, сейчас, когда закон подписан, но он еще не опубликован, мы слышим противоречивые мнения, кто же будет реализовывать этот закон. Премьер-министр Яценюк заявил, что для этого в Министерстве юстиции будет создаваться специальный департамент, который будет заниматься иллюстрацией. С моей точки зрения, это неправильно. Потому что Министерство юстиции – это один из центральных органов исполнительной власти, который должен выполнять строго определенные функции. Судебные функции иллюстрации не входят в компетенцию Министерства юстиции. Да и как-то мелковато, департамент Министерства юстиции, может быть, просто Министерство иллюстрации было бы нормально. Другие говорят, что будут создаваться иллюстрационные комитеты в Киеве и в регионах, которые будут проводить эту самую иллюстрацию. Но каков механизм? Непонятно. Поэтому, особенно в регионах и тут в Киеве, поэтому есть, а поскольку в законе не прописан механизм, а он в законе, собственно говоря, и не должен быть прописан, это задача подзаконных актов, есть большая опасность того, что иллюстрация превратится в сведение счетов, в процесс уничтожения политических конкурентов. Да, попросту говоря, и в грабеж такой вариант тоже возможен. И пока у нас не определены, кто, собственно, не определено, кто будет проводить иллюстрацию, велика вероятность, что туда попадут, попросту говоря, самозванцы. Иллюстраторы. Да, иллюстраторы. То есть, в этом и как раз и заключается сомнение, что благие намерения, когда этот закон будет реализован, может привести к совершенно противоположным последствиям. Поэтому предлагалось, чтобы президент Порошенко подписывал этот закон уже после того, пройдет экспертизу в Конституционном суде. Мы знаем, что тот закон отдан... До этого, Иллюш, надо в начале Конституционного суда иллюстрировать, а потом уже экспертиза легко пройдет. Но, кстати, Конституционный суд в какой-то мере иллюстрировал. Оттуда были уволены судьи, которые участвовали в возвращении Конституции. Но ведь не доверили все равно, да? Вот почему-то экспертизу не доверили. Ну, просто президент раньше подписал. Более того, мы знаем, что этот закон подан на экспертизу Венецианской комиссии. И было сообщение, что, в принципе, где-то в ноябре Венецианская комиссия могла бы дать свое экспертное заключение. Но, к сожалению, под давлением улицы, под давлением вот этого запроса электората, президент Порошенко подписал этот закон иллюстрацию. Но то, что вступает в силу с момента не просто подписания, а опубликования в газетах каких-то, в известных газетах. Да, но всего прошло сообщение, что он подписал, до сих пор он еще не опубликован. Тут действительно масса вопросов, потому что мы знаем первоначальный законопроект, который был размещен на сайте Верховной Рады. Потом туда вносилась масса изменений, причем с огромными нарушениями регламента работы Верховной Рады. Но, в конце концов, что-то проголосовали. Но окончательный текст никто не читал, да? Или все-таки читали какие-то эксперты? Ну, может быть, узкий круг специалистов его читал, но даже из того законопроекта, что был опубликован, видно, что там масса подводных камней, масса противоречий. Если их не учитывать, то этот деликатный процесс иллюстрации может дать совершенно противоположный результат. Ну, просто даже подводных ежей, на которые нельзя даже наступать. Можно и так сказать. Леш, знаешь, тебе как человек, который все-таки про античность не понаслышке знает, это и первая работа, великолепная, а биография Плутарха, и позднейшие исследования, научные, уже философские, историки философские. Как тут не вспомнился, есть иллюстрация, проскрипционные списки и проскрипции? Ты мог такую параллель установить? Что как проскрипции были в Древнем Риме, и что как иллюстрации нам предстоят в Украине? Или слишком такая далекая параллель, да? Ну, каждая историческая эпоха имела нечто подобное. Называлось это, правда, по-разному, в зависимости от исторических обстоятельств и нравов, какие царили в то или иное время. Мы знаем, что после французской революции начался такой период термидоров, когда пылки революционера, которые отправляли французскую аристократию на гильотину, потом сами оказывались на этой самой гильотине. Сталинские чистки 1937 года. Тоже своеобразная иллюстрация. Внутрипартийная борьба, да, и она, конечно, имела... То есть процесс очищения власти, скажем так, он происходил во все исторические времена, но имел разные формы. Да, и в зависимости от тех нравов, какие царили в эту эпоху, конечно, кого-то просто увольняли с работы. Ну, а вот, когда была французская революция, там же была и гильотина и так далее. То есть, с одной стороны, это, как бы сказать, логика развития политического процесса. Проходит какой-то определенный цикл, и старые политические силы должны уйти и освободить место для новых. Просто я почему-то спросил, конечно, далекая параллель, но ты сразу предложил еще несколько параллель таких, но были так называемые проскрипционные списки. Будут ли наподобие этого иллюстрационные списки, которые тоже должен подписать будет президент ли или кто-то еще, или в законе об этом, наверное, это точно не говорится. Но как определить круг людей или там этот список, списочный состав людей, которые должны быть немедленно после подписания и выхода, естественно, в печать этого закона подвергут. В законопроекте категорию людей, которые попадают... Категория просто нужна. Да, это чиновники, которые работали при Януковиче с конца 2013 года по февраль 2014 года. Это бывшие члены Компартии, бывший член служащий КГБ, плюс еще какие-то высшие чины исполнительной власти, которые еще во время Кучмы работали. Там несколько категорий по подсчетам предварительным. Порядка миллиона человек. Миллион. Порядка миллиона человек. Миллиончик. Но подпадает под иллюстрацию. Это очень много. Но если начнут снизу, то как бы до верха не дойдут. Знаешь, если там вначале на местах каких-то, может быть, мелких чиновников. Опять-таки вопрос. Хорошо, когда мы говорим высшие слои чиновничества, как бы мы, простые граждане, более-менее склонны считать, что там взятка взяточников больше. Хорошо, а если мелкий чиновник где-то в районе, да? Ну, просто это же мы все видели. Он же тоже каким-то образом был задействован. А так называемая народная иллюстрация, два слова, что хочется замолвать. Понимаете? Поэтому я и обращаю внимание на то, что здесь должен быть безупречный в правовом плане механизм реализации этого закона. Потому что если такого безупречного механизма не будет, то пострадавшие люди будут обращаться в суд. И суд будет на их стороне. И в конечном итоге они все дойдут до Европейского суда по правам человека, который, естественно, изучив наше украинское законодательство, будет говорить, что они правы, что их выгнали с работы и они пострадали незаслуженно. То есть это не просто юридическая казуистика. Давайте выдумаем какой-то такой филигранный правовой механизм, да? А другие говорят, да не надо, мы же знаем, что он взяточник. Выгоним его, посадим в мусорный ящик и выгоним из кабинета. И справедливость восторжествует. Да ладно, мусорный там же еще могут и побить, и к столбу привязать, и на землю кинуть. Да, масса может быть вариантов. Но если мы все-таки стремимся построить правовое государство, то с помощью вот этих мусорных ящиков мы его точно не построим. Потому что никто не избавлял Украину от международных обязательств. Мы, Украина, входит под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, и мы должны выполнять все те обязательства международные, какие государство Украина взяло на себя. Поэтому споры вот об этом законе, они не являются абстрактными. Не являются абстрактными. Тут необходим, я еще раз повторяю, безупречный правовой механизм, который бы дал бы пользу обществу. Но это добавило каких-то голосов или очков некоторым партиям, идущим сейчас в Верховный Совет. Еще один сюжет, на какой надо обратить внимание. Илюстрация должна быть выведена из политического процесса. Илюстрация не должна никакой политической партии не приносить никаких рейтинговых очков. Потому что если она будет включена в политический процесс, это превратится в политическую расправу, либо в политический проект. Более того. Но там же включена, как ты говорил, Компартия Украины. Значит, это уже в самом тексте. Имеется в виду КПСС. Не Компартия Украины, а КПСС. Вот. КПСС вспомнили, там уже 23 год назад уже все поумирали. Но не все. Да нет. Не все сказали, они переглянулись. Да. Вот. Поэтому я и вот не случайно заговорил о том, что необходим специальный закон иллюстратора. Эти иллюстраторы сами, им надо выставить очень жесткие требования. Прежде всего, запрета участвовать в политическом процессе и занимать какую-то государственную должность. То есть у них не должно быть личного мотива. Вот еще один образ такой, теперь уже ставший нарицательное слово. Инквизиция. Вот инквизиция, инквизитор. Там же достаточно тоже. Коль и венецианская комиссия, то где-где. А в Венеции это было хорошо поставлено, делая инквизиции и выполняя всех этих решений. Ну и, соответственно, каких-то, может быть... Кстати, форма, как считаешь, доноса граждан друг на друга при этой иллюстрации, она как-то оживится, эта форма такая, забытая, может, местами. Насколько это инициативу низов подогреет или распалит даже. Потому что уже ведь я два слова не могу не сказать, что эти какие-то, ну пока еще, такие хулиганские драки на Троещине, эти расправы одних людей над другими, если так абстрактно говорить, в Одессе в связи с известным там пиар, может быть, движением, когда, ну, притоны наркоманов, так это называлось, да, и все это видят в интернете, чистил. Ну, такой, у нас есть правый сектор, кто-то там имеющий отношение к этому. То ли предвыборный пиар-ход, то ли же это вот уже началась такая иллюстрация снизу. Ну, это не иллюстрация, это имеет отношение больше к криминалу. Для иллюстрации не нужны никакие доносы, просто надо идти в отдел кадров, брать листок по учету кадров и смотреть биографию человека. То есть, там вот это все как бы не нужно. Хорошо, то есть, этим кто-то будет заниматься. Я думаю, что мы узнаем и на этих иллюстраторов. А пока вот, ну, ненадолго мы прощаемся. Спасибо, Алексей. В студии Укралок был Алексей Валевский, политолог. И до встречи в нашем сетевом эфире. Спасибо. 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 Спасибо.